Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Рассказы путешественника». От Тихого океана до Ледовитого всего один шаг, если вы стоите на мысе Дежнево. Но мне всегда мечталось о большем. Мне хотелось пересечь Чукотку в ее центральной части, пройти по ее горам, тундрам и рекам, рассчитывая только на собственные силы, познакомиться с бытом местных жителей Чукчей и пройти длинный радиальный маршрут. Почему Чукотка? Казалось бы, у Земли два полюса, и понятно, отчего ненормальные в хорошем смысле этого слова люди стремятся к ним. Или Эверест, самая высокая точка планеты. Дело в том, что меня всегда тянуло в уголки Земли малозатронутой современной цивилизации. Чукотка – это как раз такое место. Еще я прочитала книги Олега Куваева, удивительного писателя, геолога, романтика, который в своих книгах так воспел этот уголок Земли, что просто очень захотелось туда попасть. Еще у меня, как может быть у многих людей в детстве, была мечта попасть на необитаемый остров или сплавиться по неизвестной дикой реке от самых ее истоков до устья. И эту мечту я решила осуществить на Чукотке. И стала искать, какую же реку избрать для сплава, чтобы она была необитаемой, безлюдной, и чтобы ее истоки были труднодоступны. Мне хотелось попасть в истоки этой речки самой и потом по ней сплавиться. Чтобы найти такую реку на Чукотке, мне пришлось снова обратиться к книгам Олега Куваева. Воистину, Губанольди была гиблым местом и просто не верилась, что в нее впадает благодатная река Пектемель с быстрой прозрачной водой, где водятся хариусы, где в кустарниках кишмя кишат зайцы. На холмах маячат олени, а на береговом обрыве в среднем течении находятся знаменитые, ибо пока единственные, петроглифы – рисунки на камне. И на тех рисунках найдешь все, что знаешь о Чукотке. Не знаю для кого как, но для меня уже в одном этом предложении было достаточно романтики, чтобы захотеть сплавиться по этой благодатной реке Пектемель. Тем более я прочитала, что на берегах ее есть кустарники, а это ведь далеко за полярным кругом, и это успокаивало мою двойственную натуру, разумную половину моей этой двойственной натуры, что там будут дрова. Конечно же, хотела заснять на пленку петроглифы эти удивительные рисунки и показать всем. И вот я решилась на это путешествие. Чтобы добраться до верховья реки Пектемель, мне пришлось бы идти против течения рек, идти по тундре, через горы переваливать, чтобы попасть в ее истоки, потому что она находится в центральной части Чукотки. И поэтому с собой в путешествие я взяла каяк. Каяк – это такая одноместная байдарка. Она у меня самодельная, легкая, сделана из современных материалов. Каркас я переделывала из труб каркаса таймения, это такая промышленная байдарка. Оболочку сама сшила из ПВХ-ткань, которой покрывают тенты грузовиков. И сделала баллоны, чтобы каяк был непотопляемый. Надуваемые баллоны, которые вставляются внутрь каяка. Этот каяк весил 8,5 килограммов, плюс весло. То есть около 9,5 килограммов у меня приходилось на сплавное снаряжение. Но помимо этого, мне с собой необходимо было взять, конечно же, запас продовольствия и лагерное снаряжение, и запас газа. Потому что на Чукотке вообще нет леса. Там только кустарники, и то не везде. То есть в начале маршрута у меня должны были встречаться кустарники, а под конец я должна была уже все на газовой горелке готовить. Продукты. Сколько взять с собой продуктов? Сколько вообще продлиться путешествия? Это рассчитать было невозможно, потому что никто не ходил целиком по такому маршруту. По прямой расстоянии от Анадыря, это столица Чукотского автономного округа, который находится на берегу Анадырского залива Тихого океана. Вот оттуда я собиралась начинать путешествие, а заканчивать я его планировала в поселке Биллингс на берегу уже Северного Ледовитого океана. Если по прямой приложить линейку от Анадыря до Биллингса, то по прямой это расстояние около 600 километров. Ну понятно, что по прямой, по тундрам, горам не пойдешь. Сплав по Пиктемелю, один сплав уже 300 километров у меня планировался. И добираться мне до верхов Пиктемеля где-то около 600, может быть, километров пришлось бы еще. И потом, значит, река Пиктемель, она впадала действительно в открытый Ледовитый океан, то есть не в губу Нольди, как было написано у Олега Куваева, а на самом деле река эта впадала прямо в открытый Ледовитый океан, в Восточно-Сибирское море. И вот оказаться на безлюдном побережье открытого Ледовитого океана, это, конечно, было очень заманчиво, почувствовать себя первопроходцем на пороге 21 века. И вот я добралась до Анадыря. Очень интересно, что я воспользовалась самолетом военных, представилась, у меня было командировочное удостоверение от журнала «Вокруг света», и меня бесплатно, как корреспондент этого журнала, подвезли на самолете. Но дело в том, что самолеты летали на Чукотку очень нерегулярно. Я, конечно, хотела прилететь к началу чукотского лета, то есть где-то в начале июля, но так как связь вот эта нерегулярная была, я прилетела достаточно поздно, где-то уже в середине июля, и у меня получилось так, что весь маршрут мне приходилось спешить, спешить, чтобы успеть до зимы, успеть до того, как встанет лед на Северном Ледовитом океане, и мне можно будет от устья Пектемеля, 70 километров, еще добраться до поселка Биллингс. От него еще тоже до цивилизации было далеко, но тогда я еще об этом не знала, и думала, что в поселке Биллингс, я узнала, что там еще действительно живут люди, что поселок обитаемый, а на всех остальных участках маршрута вообще не было ни поселков, ни каких-то населенных пунктов, естественно, никаких запасов магазинов, где можно пополнить продовольствие. Я рассчитывала только на то, что буду ловить рыбу, и, конечно же, на встречу с чукчевыми оленеводами. От Анадыря до поселка Кончалан, откуда уже реки, куда впадали реки, текущие с центральной части Чукотки, я хотела добраться на Барже, потому что 120 километров открытой акватории по лиманам, по Кончаланскому лиману, это, в общем-то, сначала не входило в мои планы, потому что достаточно рискованное предприятие на таком маленьком кайке, там и океанская волна может быть, океанская волна, не океанская, это, конечно, немножко преувеличивало, но на открытой акватории может быть достаточно серьезная волна, и опасно большую акваторию пересекать на маленьком кайке, хоть он у меня непотопляемый, но температура воды 10 градусов, это достаточно серьезно, но я целую неделю ждала в Анадыре какой-нибудь попутки, а туда в поселок Кончалан ходили баржи, и никаких попуток не было. И вот неделю как раз была непогода, дождь шел, ветер, сильная волна, и вот погода успокоилась, буквально было где-то 8 вечера, и я решила стартовать самостоятельно на кайке. Я быстро прибежала на берег Анадырского лимана, собрала каяк, рыбаки местные, которые там ловили киту, шла уже кита, красная рыба, очень недоверчиво смотрели на меня, спрашивали, куда это я собираюсь, познакомилась с местными рыбаками, и один из них дал мне адрес родственников дедушки Петрова, который жил в Кончалане, в поселке Кончалан, куда вот я собиралась приплыть. И вот 8 вечера с отливом я отчалила от берега, мне надо было пересечь самое серьезное место, 4 километра, открыто горло залива, в этом месте возникала такая волна стоячая, потому что воды реки Кончалан встречались с отливным течением моря, и хоть с берега казалось, что ветра нету, и там волны нету, но когда я подплыла к середине этого лимана, ну, до берега оставалось еще километра 2, наверное, и сзади тоже километра 2. Волна меня, конечно, там потрепала сильно, я хлебнула страха, но не перевернулась, удержалась на ровном киле, и благополучно перечалилась на другой берег лимана, и там уже шла вдоль берега, первый день мне удалось пройти, вернее, не в день, а в сутки, мне удалось пройти 70 километров, а всего тут 120 надо было. Потом началось уже, прилив сменился отливом, и плыть против отлива и против течения реки Кончалан, которая достаточно хорошо чувствовалась в лимане, было очень трудно. И тут мне повезло, проходила попутная моторка, и меня рыбаки забрали до поселка Кончалан. И когда я пришла к дедушке Петрову, вот к этим родственникам рыбаков, которые дали мне адрес, они просто удивились, как я могла на таком койке приплыть в этот поселок, и директор совкоза Кончаланского выделил специально для меня моторную лодку и бензин, чтобы меня забросили еще вверх по реке Кончалан, насколько можно пройти на моторке до первых серьезных перекатов, на которых уже моторка не может идти, где уже винт ломается. Таким образом мне удалось приблизиться к цели еще на 70 километров. И там меня уже оставили люди, я осталась одна, мне дали с собой дорогу, вот дедушка Петров подарил мне фальшвер, он очень удивлялся, как я отправляюсь в такое путешествие без оружия. Фальшвер – это такая сигнальная ракета, которая может, в общем-то, отпугнуть медведей. Подарил мне ракетницу еще тоже для отпугивания медведей, блесну подарил особенную, говорит, ты там рыбы не поймаешь, на другие блесна. А как я без рыбы-то не проживу столько времени? И я поплыла дальше. Значит, против течения не везде можно было плыть, очень сильное течение с двух берегов, когда подступают кусты к реке, невозможно идти бичевой, а как только начинался галичник, я шла бичевой. То есть к носу корму к реке я привязала веревку и подтягиваю эту носу корму, сама шла по берегу и вела каяк корабликом против течения вверх, вверх по реке. Вот так несколько дней первых продолжалось мое движение вверх против течения рек. Затем я уже вошла в устье более мелкой реки Накчиквием, и от нее уже начиналась, ну, в реку Накчиквием попадала река Гачка в Иргва, в переводе с чукотского это Налимия речка, там должны были водиться налимы. Но у меня рыба пока не ловилась. Ну, надо сказать, что вначале я очень спешила и практически не тратила время на добывание еды, пользовалась тем, что у меня есть. Ну, вот где-то дней на пятый я решила, надо все-таки попробовать половить рыбу, потому что это очень важный вопрос, пополнение продовольствия в пути. И в таком подходящем уловке начала ловить рыбу. Ну, у меня был спиннинг, блесна. Действительно, на одну блесну пробую не ловится, на вторую пробую не ловится. Что такое? Думаю, неужели только тут на муху или на особенные местные блесна? Ну, потом поставила среднюю вертушку МЭПС. И Хариус у меня взял с первого же заброса, на второй же заброс взял второй Хариус. Я успокоилась, что все, на эту блесну у меня будет рыба брать, с голоду я не пропаду. Сделала небольшой запас, варила уху и продолжила путешествие. И вот, когда я вошла уже в реку Гачгаев-РГВА, там она уже была настолько узкая и мелкая, и уже было сильное падение, начались большие перекаты, через которые достаточно трудно уже было проводить каяк. То есть иногда идешь против течения не только по галичнику вдоль берега, идешь просто по строям перекатов, по воде идешь, тащишь за собой лодку. А когда перекат кончается, бывает так, что ты не на берегу, и надо садиться в каяк и отчаливать. И если достаточно сильный уклон, это сделать очень трудно. Один раз меня снесло вниз по этому перекату, и снова приходилось наверстывать упущенное. Но, тем не менее, так или иначе, я продвигалась вперед. Вот, это еще закат на Канчеланском лимане, самое начало. Очень красивые закаты на Чукотке, очень яркое небо. Там же, ну, ночи уже не белые, конечно, в середине июля, но все равно такое освещение небольшое есть. Вот так мой каяк выглядел. И так галичники выглядели. Вот, когда такой галичник, очень легко передвигаться против течения реки. Идешь просто по нему, и каяк идет за тобой. Но когда с двух сторон кусты, тут уже очень сложно. Ну, это уже более... Чем выше я поднималась, тем более открытые становились берега, меньше становилось кустов, и тундровая растительность подступала прямо к берегам. Там было уже очень легко проводить каяк. Вот, но в тот какой-то момент чукотское лето, вот оно постояло, наверное, неделю с небольшим, и тут началась непогода. И я вот почувствовала, что это такое. Просто ураганный ветер, вот он с северо-восток, когда приходит, а это прям чувствуется такое леденящее дыхание Северного Ледовитого океана. И вот я иду, все на себя одела, гидроснаряжение, все теплые вещи. Иду, сильнейший ветер. Невозможно, вот тогда он еще был попутный, невозможно вот оглянуться, посмотреть на каяк, потому что, ну, просто бьет в лицо вот эти струи воды. Я понимаю, что надо мне выбирать какое-то место хорошее на берегу, непогода может долго простоять, и, ну, просто надежную стоянку выбирать. И вдруг я вижу впереди такой оазис высоких деревьев. Вообще для Чукотки высокие деревья – это очень редкая вещь. Там растет и в очизине, вот единственное, наверное, такое высокое дерево, очень как бы такими временами, местами, пятнышками. И вот я попала, мне повезло, в такую рощу как раз в непогоду. Я причаливала к этому берегу, когда его высота была около двух метров. Два метра была береговой обрыв такой, и наверху вот эти деревья. Я причалила, поставила там палатку. Так за ночь вода поднялась настолько, что вот этот береговой, а это моя палатка, сейчас немножко отвлекусь. Значит, у меня была палатка тоже самодельная, вернее, даже это не палатка, это тент. А внутрь него, вот под этот тент, я уже ставила палатку. Маленькую, тоненькую, из парашютного капрона. Все у меня было самодельное, все облегченное снаряжение. И дело в том, что эту палатку можно ставить на весла. То есть не надо никакого каркаса дополнительного таскать за счет этого, облегчается снаряжение. Так вот, вот эта река Гачга-РГВА, после того, как прошла вот эта непогода, был сильный дождь, ветер, и река, она до этого была, ну, 50 метров ширины. И тут после этого наводнения, после того, как вылилась куча воды с неба, значит, вот этот береговой обрыв, который был 2 метра, он сравнялся просто вот с урезом берега, с самым высоким. Я вообще здесь 2 ночи провела, и на 2-ю ночь еще вода прибывала, я просто боялась, что меня здесь несет водой. Бывают такие паводки, что смывают даже вековые деревья, вот на Саянских реках такое бывает. Здесь я тоже этого очень боялась, и даже я помню ночью вылезла, я каяк привязала рядом с палаткой, привязала за дерево, думаю, ночью, если будет вот сносить меня сейчас, вот пойдет паводок поверх острова, а я на острове оказалась отрезанной от основного берега протокой, то я выскочу, кое-как быстрее смотаю все свои вещи, гермешки запихаю, сяду в каяк, и, по крайней мере, останусь на плаву, у меня ничего не промокнет. Но, слава богу, до такого не дошло, значит, не смыл этот остров. Но, тем не менее, значит, непогода прошла, а как мне дальше продвигаться вверх по течению? Все галечники замыты, вода, ну, такое стечение, там ни на веслах, ни пешком не пойдешь. И тогда я решила продвигаться, тогда у меня еще были силы в начале путешествия, ну, как начало путешествия уже, там, день седьмой, восьмой, и я решила продвигаться в две ходки по тундре. Вот, я везла каяк на веревочке за собой, как саночки, а потом возвращалась за рюкзаком, и вот так вот шла в две ходки. Но меня хватило на такое передвижение, наверное, вот километра три полезного расстояния я смогла сделать за день, и поняла, что так дело не пойдет. Чукотка – это вещь такая, что здесь нельзя рассчитывать на скорость быструю, надо пережидать непогоду. И вот я еще пару дней, я просто пережидала, когда спадет вода. И когда уже вода упала, я дальше продолжила маршрут обычным способом, то есть бичевой, против течения продолжала вести каяк по воде. Вот, и, значит, это я помню, случилось на 11-й день пути, я продвигалась все выше и выше, уже река Гачгайр-Гаваром стала такая мелкая, что невозможно было тянуть каяк. И впереди меня ждал перевал, первый мой перевал на пути, он должен был быть небольшим, и я надеялась, не высоким, не скалистым, а таким тундровым, заболоченным, и я надеялась, что я пронесу через него, каяк, может быть, не разбирая. Я каяк оставила внизу их еще, реки, и тогда у меня еще было столько груза, что я не могла идти в две ходки, в одну ходку сразу за всем грузом. Я с рюкзаком шла вперед, и вдруг, значит, заворачиваю за очередной поворот речки, и вдруг смотрю, впереди палатки стоят, две палатки белые, и вездеход. Думаю, ну ничего себе, геологи, так обрадовалась, побежала навстречу. Оказалось, это чукчи-оленеводы, и они кочуют по тундре вот с современными палатками, ну, брезентовыми, правда, они были выбелены солнцем, и на вездеходе они перевозят свои вещи, и у них стадо пасется неподалеку. Ну, конечно же, меня очень радушно встретили. Это была бригада оленеводов, там было человек 10, наверное, одна женщина, которая у костра готовила еду, а остальные, мужчины и дети, они следили за стадом. Ну, конечно, мне дали с собой в дорогу еды, и еще у них был вездеход, и на следующий день они как раз должны были скачевывать чуть ниже, и мы вместе скачевали вниз, ну, я оставила, конечно, рюкзак наверху, а за рюкзаком, как бы, ой, за каяком мы прокатились верхом на вездеходе. Вот, я взяла каяк, двое мужчин-жительменов помогли мне этот каяк донести до места, где стоял мой рюкзак. Вот, ну, а дальше они вернулись, им надо было возвращаться в стадо, а я продолжила свой маршрут через перевал. Этот перевал был такой, болотистый, осока, вода между кочек стоит. Но, тем не менее, я поняла, что по такому перевалу я могу спокойно тащить каяк на веревочке. И вот за день у меня получилось, такой, так называемый, я его назвала, чукотский марафон. Мне удалось пройти через этот перевал, значит, 15 километров в один конец рюкзаком, потом я поставила палатку, вернулась через этот перевал и провезла на веревочке через весь этот перевал каяк за собой, не разбирая, чем сэкономило время. Правда, временами, конечно, попадались полосы каменистой тундры, где каяк, шкура его резалась, немножко вредилась, но, сжимаясь, скрипясь сердце, я все-таки тащила каяк и по камням, потому что, ну что делать, я уже, я говорю, я всю дорогу опаздывала, мне надо было успеть до зимы, и погода меня задержала. Но, тем не менее, вот за сутки я смогла перейти этот первый достаточно простой перевал и перетащить каяк неразобранным. Дальше на моем пути был еще один перевал, его, кстати, мне тоже удалось перейти в две ходки, не разбирая рюкзак, тут просто ветер мне помог. Когда я в первый раз переходила с рюкзаком, был встречный ветер, абсолютно дикий, и там были, второй перевал был скалистый, там было много камней, я понимала, что с каяком здесь не перейти. Но когда на следующий день я утром просыпаюсь, ветер стих, как будто вот, ну как, боги с милостью велись, не знаю, и ветер сменился, стал попутным, и мне второй перевал удалось пронести весь, не разбирая каяк, я несла его на плече просто, вот на плече, ну, иногда, конечно, его снимала отдыхать, но вот второй перевал мне тоже удалось преодолеть, и вот я уже оказалась в бассейне реки Танюрер, то есть я оказалась у ручья, который впадает в эту реку, а в верховьях Танюрера уже находились высокие горы, перевалы, которые ввели уже в центральную Чукотку, в гористую местность, за которыми уже лежали истоки моей реки Пиктемель, к которой я так стремилась. И вот я теперь думаю, вот я попала в верховье, сейчас буду сплавляться по ручью, который впадает в реку Танюрер. Но этот ручей оказался настолько узким, ну, буквально ширина моего каяка, то есть 30 сантиметров, но он был очень глубокий, и там, на удивление, прям ходили хариусы, их было видно, в прозрачной воде их видно, то есть еда есть, и сплавляться, может быть, можно попробовать. И я решила попробовать сплавляться по этой узенькой речке. Помню, я отталкивалась от берега, то есть веслом грести там было невозможно, я сначала даже пронесла рюкзак вперед вместе с веслом, потому что я была уверена, что не получится здесь сплавляться. Но когда вернулась, думаю, дай-ка попробую, я сломала корягу и держа ее в руках вместо весла, значит, отталкиваясь от берегов, где-то за пустые так хватаясь, я все-таки сплавилась какое-то время по этому маленькому ручейку, потом стал больше, и помню, что перед падением в реку Озерную, которая же впадает в озеро Бараньи, это было как раз пересечение полярного круга, и казалось бы, полярный круг, уже не должно быть кустов, уже должна быть открытая тундра, и тут я попадаю просто в переплетение кустов, которые аркой просто накрывали это русло реки, и тут как раз уклон начался очень большой, и, в общем-то, страшно даже было сплавляться, я чувствовала, что я не за полярным кругом, а где-то в амазонских джунглях под этими кустами продираюсь, но, тем не менее, значит, где я вылезаю с кайка и держа его перед собой, чтобы он не уплывал, и чтобы я где-то не перевернулась, меня не прижало к кустам, я аккуратно прошла этот участок и сплавилась до озера Бараньева, оттуда уже шла речка, которая впадала в Танюрер, и казалось бы, дальше все, я плыву, счастье какое, плыву по течению, хариусы ловятся, но тут началась очередная непогода, это была вторая непогода на Чукотке, подул встречный ветер настолько сильный, что стоячая волна не давала мне вперед плыть даже по течению, но тем не менее, я впала в реку Танюрер, и когда я увидела, у меня возникли сомнения, смогу ли я подниматься против нее, бичевой, так как раньше я поднималась по другим чукотским рекам, мне даже стало страшно, она шла одним руслом и была очень мощная, но что было дальше, я расскажу в следующей передаче, как я все-таки смогла подняться по этой реке и приблизиться к заветной цели. До свидания.